Я все время боюсь. Теперь я даже роботов боюсь. Мне в последнее время такие сны снятся, что меня какой-то круглый робот хочет захватить. Но все время меня защищают животные. Шестилетнего Егора почти год мучают кошмары. Мальчика избили соседские дети. В тот роковой день его мама, вернувшись с работы, не обнаружила сына дома. Поиски не принесли успеха, но вскоре мальчика на улице заметила соседка. Я его привела домой. Ну, так как он грязный, сразу ванную мыть. Начала мыть, а у него везде синяки. Погода холодная была. Вот он гулял в теплых штанах, в кофте. И поэтому, ну, если было майки в штанах, я думаю, что сильнее синяки бы остались. Вот так выглядел Егор после избиения. Ссадины и кровоподтеки по всему телу. Что стало причиной конфликта, до сих пор непонятно. В тот день Егора выследили, связали и отвезли на место расправы. Над ребенком издевались вот здесь, на этом месте лежали тюки сена. Они были связаны веревками, одной из которых к ним и привязали мальчика. Экзекуция длилась два часа. По словам Егора, каратели вон оттуда проложили дорожку из сена прямо к тюкам. Его хотели поджечь. Мальчика спасло лишь то, что сено было мокрым. Они убегали вот так, стреляли меня шариком прям по глазам. Мне по голове так больно было. Помог мальчику случайный прохожий, который спугнул участников расправы. Их нашли быстро, семь человек. Среди них были и девочки. Организатором семья Егора считает Александра Москвичева. Ему на тот момент было 15 с половиной лет. Но его мать Алина Майданюк утверждает, что сын весь день сидел дома. Он не сбивал ребенка. Это глупости, ложь, клевета. Утром он выходил с ребятами, пообщались там, съездили на велосипеды покатались. И с 11 часов он был дома весь день. Разбирательства по делу об избиении Егора шли в Красноярском суде. Для возбуждения уголовного дела причин не нашли. Суд постановил только взыскать с нарушителей 40 тысяч рублей. В основном все несрашнолетние подтвердили, что Москвичев Александр был на месте преступления 22 июля 2015 года. Именно он привязывал руки шестилетнему Егору. Именно он по его инициативе был привязан. Семья Егора намерена обжаловать постановление суда и требовать компенсацию морального ущерба, а также возбуждение уголовного дела в отношении зачинщика расправы. Но эксперты утверждают, сейчас главное не тяжбы, а состояние пострадавшего ребенка. Очень важна мудрая позиция всех взрослых и детей, которые совершили противоправные деяния их родителей и, безусловно, родителя пострадавшего ребенка, занять мудрую позицию, направленную на помощь этому ребенку, на урегулирование каких-то взаимоотношений. И в этом смысле, наверное, нужна и профессиональная помощь, я имею в виду помощь психолога. Психологическую реабилитацию Егор прошел, своих обидчиков давно простил. Записался на самбо, ждет не дождется сентября, когда пойдет в школу. Говорит, учиться будет на пятерке, чтобы стать умным и сильным и в будущем защищать слабых. Если добро будет побеждать зло, тогда все в мире станут добрыми. Алина Чемерис, Станислав Левин, События.